Эту историю рассказал очень известный в мои юношеские годы писатель Борис Балтер, который написал тогда очень проникновенную автобиографическую поезд «До свидания, мальчики», про юношей, ушедших на войну в Великое Отечество и не вернувшихся. Борис Балтер рассказал ее Бенедикту Сарнову, известному писателю, а тот рассказал ее мне. Борис Балтер лежал как-то раз в больнице, палата была на трех человек, вместе с ним лежал еще какой-то рабочий, простой, можно сказать, работяга и мелкий партийный функционер. Это было еще в 60-е годы. Академик Сахаров, известнейший ученый, создатель водородной бомбы, в те годы его обвинили в том, что он стал диссидентом и антисоветчиком, хотя те идеи, которые он высказывал, в основном-то были связаны с борьбой за мир и носили миролюбивый характер. Но такое было время. И вот этот мелкий функционер, который лежал вот в этой палате, где лежал писатель Борис Балтер и еще один рабочий, стал критиковать академика Сахарова. Он так проникновенно это говорил. Ну, что ему не хватало? Ну, чего ему не хватало в этой жизни? Ну, академик. Это значит, зарплата такая огромная, там, большая. Квартира есть, там, ну, машина есть, там, ну, понятно, дача есть. Трижды герой социалистического труда, трижды герой социалистического труда, там, лауреат всех премий. Это значит, к кремлевке прикреплен, ну, к кремлевское обслуживание, там, все, питание, лечение, все. Ну, чего ему не хватало? Ну, чего ему не хватало? И вот он так проникновенно все это говорил Борису Балтеру. Тот вяло, можно сказать, отбрехивался, а работяга лежал, отвернувшись к стене и не участвовал в этом разговоре. И вот после очередного вот этого проникновенного такого наступления, ну, чего ему не хватало, ну, чего ему не хватало, работяга повернулся, отвернулся от стены, приподнялся на локте и, глядя в глаза мелкому партийному функционеру, сказал, вот ты об этом и подумай. Продолжение следует...